Ну что ж, друзья, а теперь пришла пора переходить от теории к практике. Сейчас мы рассмотрим конкретные тренировочные комплексы. Итак, прежде чем мы будем переходить к тяжелым, продвинутым тренировочным комплексам, нам нужно подготовить наши мышцы к соответствующей нагрузке. Если вы никогда раньше не занимались силовым тренингом, то начинать с тяжелой силовой нагрузки вам не стоит. Сначала какое-то количество недель вам нужно потренироваться в облегченном режиме. Что это значит? Это значит подготовить свои мышцы, переваривать, научиться переваривать более сложную физическую нагрузку. Что для этого мы делаем? Для этого мы тренируемся какое-то время в облегченном режиме, какое-то количество недель. Облегченный режим у нас включает в себя по большому счету обязательно только одно упражнение – скручивание. Вкручивание лежа. Мы делаем три подхода, максимальное количество повторений. Отдых между подходами – порядка минуты. Итак, вот пришли после работы или проснулись утром, в зависимости от того, когда вы хотите делать тренировку, когда вы выберете совместующее время. Легли на пол и делаем скручивание. Мы можем поставить ноги на пол, можем ярко-то двинуть дальше от попы, либо ближе к попе. Если ближе к попе, нам будет делать легче скручивание. Если дальше от попы, то нам будет делать сложнее. А если мы положим ноги на какую-то возвышенность, на кровать, допустим, или на стул, то нам будет делать упражнение еще легче. Выберите себе ту форму, которая для вас будет более удобна. Возможно, что ваш пресс растренирован полностью, и вам придется положить ноги на возвышенность, потому что будет сложно делать упражнения в других формах. Итак, вы начинаете делать упражнения. Делайте скручивание. Раз повторения, два повторения, три, четыре. Делайте максимально возможное количество повторений. Сколько у вас получится? Не торопитесь. Ваша задача утомиться в течение 30 секунд в среднем. 20-30 секунд. То есть делайте полную амплитуду, задерживайте верхние точки. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это значит, что первый подход вы закончили. Причем закончили его, сделав до отказа. Отказ это когда ваши мышцы отказываются сокращаться дальше в полную амплитуду. То есть вы обессилились, и подход у вас оказался успешным. После этого вы отдыхаете минуту. Ковыряетесь в носу. Думаете о женщинах или о мальчиках. Это зависит от вашей половой принадлежности. Короче, прошла минутка, мы делаем второй подход, опять-таки, максимальное количество ударений, я вам не говорю, только 10-15-20, только получится до максимума, делаем, 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 сил уже нету, сопли лезут через уши, а мы делаем пресс, все, нету сил. Второй подход закончен, всего нам нужно сделать три подхода, опять-таки, отдыхаем минуту, наслаждаемся жизнью, наслаждаемся отдыхом, тем, что нам не нужно себя мучить, но вот, 60 секунд подходит к завершению, и нам нужно делать третий, самый последний, самый важный подход, собрались, делаем, скручиваем, Это на усиле, в верхней точке, немножко дополнительно сокращаем мышцы, делаем небольшую задержку. Сил нету, частичные повторения можно делать, все, мы окончательно, окончательно и бесповоротно сдохли, ну, в фигуральном смысле. В общем, мы сделали ровно три подхода по максимально возможному количеству повторений в каждом подходе. Это наша, так скажем, обязательная программа. И, в принципе, на этапе подготовки вашего пресса к будущим нагрузкам этого более чем достаточно. Если у вас осталась мотивация, если у вас остались силы и время, вы можете сделать дополнительную факультативную программу, то, о чем я вам говорил, приседания и отжимания лежа. Достаточно сделать по одному упражнению, опять-таки, максимально возможное количество повторений. Перевернулись, отжались максимально большого количества раз, сколько получится, потом встали на ноги и делаем приседания, тоже до максимума. Это будет наша факультативная программа. И если вы осилите все эти три упражнения, то есть одно на пресс основное, два факультативные на верх, на плечевой пояс и на низ на ноги, то, в общем-то, вы после этого можете спать спокойно. После этого вы отдыхаете до того момента, пока мышцы пресса у вас не восстановятся, то есть ждете, пока пройдет боль и добавляете к этому времени еще один день. То есть через день после того, как прошла боль, вы повторяете ту же самую тренировку. В таком режиме вы тренируетесь несколько недель, как правило, месяц, иногда, может быть, два, если вы очень сильно растренированы. Это делается для того, чтобы вы адаптировали свои мышцы к последующим более тяжелым, продвинутым тренировкам на пресс.